На последнем в этом году заседании городской думы депутаты приняли решение, которое напрямую повлияет на то, как будет жить первый раз в 2022 году. Во втором и окончательном чтении утвержден городской бюджет. Сколько планирует получить муниципальная казна и самое главное, как предполагается их потратить, расскажет Дмитрий Коньков. Главной темой обсуждения сегодня в городской думе стали финансы. Им депутаты посвятили больше половины заседания, прежде всего внесли поправки в бюджет текущего года. Как рассказали представители администрации, в 2021 муниципалитет получил на 106 миллионов рублей больше, чем планировалось. Но при этом специалисты отмечают, что собственные доходы бюджета сократились. В частности, налога на имущество первоуральцы заплатили на 16 миллионов меньше. Сейчас налоги считаются с кадастровой стоимостью имущества. И многие собственники идут в суды, переоценивают кадастровую стоимость, сторону ее уменьшения. И таким образом у нас с вами появляются выпадающие доходы. Тем не менее, бюджет текущего года выполнен. Он составил 4 миллиарда рублей. И в следующем году он станет еще больше. 5 миллиардов. Это произойдет за счет увеличения поступлений из областного бюджета, который утвердили депутаты областного законодательного собрания. Если в прошлом году регион направил в наш город примерно 1,9 миллиарда, то... На 2022 год планируется 2,3 миллиарда рублей. И это связано с тем, что следующий год будет связан с подготовкой к универсиаде. А как вы знаете, у нас планируется на базе нашего дворца водных видов спорта часть мероприятий. Традиционно больше половины муниципальных расходов придется на долю городской системы образования. На финансирование первоуральских школ и детских садов придется более 63% муниципальных расходов. Далее следует жилищно-коммунальное хозяйство 11%, национальная экономика и социальная политика по 7% и замыкает тройку лидеров по объему финансирования культура чуть более 3%. На заседании представители администрации рассказали и о крупных проектах, которые будут реализованы на территории города в следующем году. Прежде всего это завершение строительства новой школы в поселке Белимбай и ремонт учебных заведений городского округа. Кроме того, более 200 миллионов рублей планируется направить на капитальный ремонт дорог. Почти 300 миллионов на реализацию программы по благоустройству города. В том числе и на завершение реконструкции площади Победы и проспекта Ильича. Большинством голосов при одном воздержавшемся главный финансовый документ города был утвержден. Теперь депутаты должны будут проследить за его исполнением, но этим они уже займутся в следующем году. Дмитрий Коньков, Андрей Огарков, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.